Добрый день! В эфире новости. С вами Яна Аксенова. Смотрите в ближайшие 10 минут. Дожди с грозами, лесные пожары, рост ДТП. Что еще по прогнозам МЧС ждет Алтайский край в период до 19 июля? В Барнаульском микрорайоне, который в народе называют Яма, вода затопила дорогу и огороды частного сектора. По словам местных, жалобы в администрации Ленинского района игнорируют. Первый контрольный перед новым сезоном Барнаульская Динамо сыграла Сибирью-2 из Новосибирска. Чем закончился футбольный поединок? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как показывает наша практика, успеха здесь можно добиться только в тех регионах, где правительство, администрация заинтересованы в том, чтобы внедрять новые способы прозрачной системы ценообразования, с тем, чтобы внедрять новые механизмы торговли. Поэтому здесь мы идем прежде всего от запроса наших клиентов и наших контрагентов. Сильные дожди с грозами, лесные пожары, возможный рост ДТП и другие происшествия ожидают Алтайский край в период до 19 июля. ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовала прогноз ЧС природного и техногенного характера на территории региона. Средняя температура воздуха на неделе прогнозируется в пределах 24 градусов тепла. По ночам столбики термометров будут показывать плюс 20, а днем воздух прогреется до 27. В течение недели ожидаются дожди, грозы. Из-за погодных условий возможны ДТП. Наиболее высока вероятность аварий на автотрассах Р-256, Чуйский тракт, А-322, Барнаурубцовск, К-08, Бийск, Белокуриха. А также на автодорогах Первомайского, Олейского, Косихинского, Бийского и Тальменского районов. Также вероятно возникновение лесных пожаров. К другим темам. Не пройти, не проехать и даже не проплыть. В Барнаульском микрорайоне, который в народе называют «Яма», вода затопила дорогу и огороды частного сектора. По словам местных жителей, жалобы в администрации Ленинского района игнорируют. Тему продолжит Евгения Князева. Такой пейзаж перестает вдохновлять, когда понимаешь, что этот поток воды разрушил дорогу. Теперь жителям Лаговской улицы здесь практически невозможно ни пройти, ни проехать. Причем топит не только проезжую часть. А здесь уже не пашется, ничего не делается. Сколько лет здесь территория не занята огородом? Ну сколько? Лет 15 точно. Ручей идет вдоль домов между двух озер и впадает в речку Пивоварку. По словам местных жителей, еще несколько лет назад они и представить не могли, что будут продумывать, как обойти дорогу, которой пользовались всю жизнь. А чтобы добраться на противоположную сторону на автомобиле, приходится объезжать десятки километров вокруг. Видите, проехать тут как вот можно? Никак. Как даже пешеходам. Вчера у меня внук бегал-бегал, чтобы попасть к бабушке. И он не мог. Он ушел обратно вот туда, через комсомольский городок и пришел. Ну это как? Жалобы от жителей администрации Оленинского района Барнаула игнорируют. Официальные запросы нашего телеканала тоже оставили без внимания. Тем временем местные пошли по принципу «помоги себе сам». За свой счет установили дополнительную трубу на дамбе озера. Помогло ненадолго. Регулярные грунтовые и дождевые воды со временем разрушили и это. Теперь барнаульцы, которые остались наедине со своей проблемой, намерены идти в суд. Евгения Князева, Анатолий Фукс. Новости. Кто-то разводит мосты, а кто-то с их помощью сводит села. Мост строят между поселениями Карагуш и Горный на реке Иша в Красногорском районе. Сколько уже построили и когда откроют движение по новой переправе, расскажет Анна Муратова. Полноценного моста, соединяющего деревни Горный и Карагуш, никогда не было. Жители всегда добирались до работы и школы через вот эту деревянную переправу. Конечно, она была ненадежной, да еще и с малой пропускной способностью. В своей очереди на тот берег приходилось ожидать по два часа. Но скоро проблема будет решена. На этом месте уже строят мост. С строительством этого объекта откроется беспрепятственное и безаварийное сообщение с населенными пунктами. Школьные маршруты здесь также присутствуют. То есть дети будут беспрепятственно попадать в школы. Немаловажно социальные значимые объекты. Это скорая помощь, это МЧС по доставке больных и по необходимости пожарной службы. Так называемый ежик построен был в 1970 году. И теперь для моста он используется для укатки песчаногравитного покрытия. Дорожникам предстоит возвести переправу шириной 7,5 и длиной 100 метров, а также сделать подходы к ней. На строительство из Краевого дорожного фонда выделили 111 миллионов рублей. На данном объекте работают 15 человек. 8 единиц техники – это свои бои, как вы сейчас видите, свои бои, бульдозера, краны, катки. Львиная доля средств будет в этом году, в 2018 году освоено. И движение по мосту уже будет в этом году осуществлено, к осени. А на следующий год доделаем небольшие мероприятия, выполним, и будем сдавать его торжественно в 2019 году. Большую часть работ выполнят уже в этом году, обещает начальник отдела мостов Алтай-Автодора. Так что уже скоро жители смогут в комфорте и безопасности добираться от одной деревни к другой, при этом еще и экономя время в пути. Анна Муратова, Анатолий Фукс, Новости. Зачем школьнику знать, как построить семейный бюджет, учиться копить и правильно тратить карманные деньги? В детском лагере отдыха «Кристалл» прошел конкурс рисунков, посвященный теме финансовой грамотности населения. Далее подробности. В лагере «Кристалл» отдыхают дети от 7 до 16 лет. Педагоги говорят, мероприятие такого формата проходит здесь впервые. Получив задание, дети с азартом принялись его выполнять. Им объяснили, приветствуется оригинальность идеи, глубина и новизна исполнения. На всех рисунках вполне взрослое понимание того, как нужно обращаться с деньгами. Дети вполне осознанно изобразили, для чего нужно копить карманные деньги, почему не нужно делать спонтанных покупок, как работают банки и кредитные организации. Наверное, сейчас каждый ребенок, начиная со школьного возраста, может быть, даже раньше, уже должен как-то немножко понимать, что такое финансы, как минимум, и как ими распоряжаться. Потому что у всех есть карманные деньги. И, собственно говоря, когда ребенок выходит уже во взрослую жизнь и начинает получать какие-то бонусы, зарплаты, все-таки он, опять же, должен понимать, как этим распоряжаться. Специалисты говорят, знакомясь с помощью конкурса рисунков с основами составления семейного бюджета, подростки более отчетливо осознают, как зарабатываются деньги, на что, в первую очередь, их стоит потратить, а с чем подождать. Так в игровой форме дети учатся ответственности, усваивают правила жизни в мире финансов. Я нарисовал копилку, в которую ребенок может складывать какую-то определенную сумму денег. Не важно, сколько он будет складывать, но вот я написала «Эконом копир жилей родителей». Почему жилей родителей? Потому что ты можешь копить, и тебе не важно, что ты не будешь затрачиваться на родителях, ты можешь сам накопить, купить какую-то определенную вещь. Такой конкурс прошел в нескольких детских лагерях отдыха нашего края. На адрес телеканала «Катунь-24» также пришло много конкурсных рисунков. Теперь компетентное жюри выберет победителей и наградит ценными призами. Рисунки можно будет увидеть на сайте нашего телеканала. Конкурс рисунков был организован в рамках проекта Минфина России и государственной программы Алтайского края по повышению финансовой грамотности населения. Владимир Токмаков, Тата Геворгян, Роман Хайрулин. Новости. 39 лет исполнилось городу Заринску. День рождения совпал с Днем Метаурга. Жители отметили два праздника насыщенной программы. Здесь были и звезды эстрады, и фейерверк, и масса других развлечений. С Днем Города и Днем Метаурга! Больше 30 тысяч жителей и гостей города поздравили Заринск. Долгожданный праздник запомнился концертом группы «Любе». Моя верстейля, от Волги до Денисея. Кроме того, было организовано шоу пожарной техники, шествие трудовых коллективов, шоу фанатов Чемпионата мира 2018. Кто еще из звезд приедет на праздник, до последнего оставалось секретом. Ко Дню Города жителям сделали сюрприз и пригласили Александра Маршала. Впервые в Заринске была создана фотоплощадка, где каждый смог сфотографироваться со звездой эстрады и футбола. А завершился день праздничным фейерверком, который длился 6 минут. К новостям спорта. Футболисты Барнаульского «Динамо» продолжают подготовку к новому спортивному сезону. Накануне команда Сергея Шишкина принимала на своем поле «Новосибирскую Сибирь-2». На контрольном матче побывал Дмитрий Гладких. Для обеих команд этот матч стал первым контрольным перед новым сезоном. В Барнаул команда Сергея Вылежанина приехала, привезя большую группу новичков, которые находятся в новосибирском коллективе на просмотре. Решение заявиться во второй дивизион восточной зоны было принято руководством Сибири не случайно. Мы прежде всего заявились во вторую лигу, чтобы дать молодым нашим воспитанникам игровую практику в профессиональном футболе. Это будет очень хорошая подготовка для кадров, для главной команды, скажем так. Барнаульская «Динамо» предстала перед своими болельщиками, которых, несмотря на субботний жаркий день, собралось около 100 человек, обновленным коллективом. Сергей Шишкин, которому руководство «Динамовской машины» по-прежнему доверяет, ввел в команду много молодежи. Вот и в этом матче на поле из наиболее опытных футболистов вышли Богдан Корюкин, Сергей Нестеренко, Владимир Завьялов. Счет в игре был открыт уже на первой минуте. В составе «желто-синих» отличился Иван Житников. Еще в первом тайме тренерскому штабу нашей команды пришлось его поменять. В игровом эпизоде он получил рассечение головы и уже не смог продолжить матч. Как стало известно позже, игроку пришлось накладывать швы. Во втором тайме командам так и не удалось отметиться забитыми мячами, несмотря на то, что моменты для взятия ворот были. Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1-0. Условия очень тяжелые. Во-первых, неопределенность была, будет ли вообще зона. Во-вторых, команда сейчас у нас практически с нуля строится. И погодные условия. Сейчас очень жарко, тяжело в двухразовом режиме тренироваться. Но ничего, терпим, выдерживаем. До начала Кубка России, который стартует для барнаульцев 24 июля, у «Динамо» запланирована еще одна контрольная встреча. 20 числа флагман алтайского футбола отправится в Новосибирск, где вновь встретится с «Сибирью-2». Первый круг регулярного первенства России стартует 4 августа. В барнауле «Динамо» в Цепримут иркутский «Зенит». Дмитрий Гладких, Алексей Шаульский. Новости. На этом все. До встречи. Следующий эфир в 17 часов. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»!